Стыдно, наверное, чуть-чуть должно быть, чтобы осознаваться в этом, но когда в 2009 году, будучи членом Республики Союза... Вот как раз десяток лет прошел, именно отталкиваясь от 2009 года. Тогда вот говорили о 60 миллионах евро, которые Евросоюз выделяет на реформу судебной системы. Тогда на одном из телевидений, я не буду упоминать, какое телевидение, в одной из передач, меня о чем-то другом спросили. Но я все-таки сказал, что, к сожалению, Высший Совет Магистратуры не имеет плана, согласно которому эти деньги будут потрачены. Один миллион идет туда, два миллиона туда, три туда. Даже расписано не было? Не было расписано, какие будут затраты, потому что этими деньгами распоряжалось Министерство юстиции. И вернемся к реформам. Деньги были даны на реформу, да? Вот смотрите, если... Я уже, наверное, комично выскажусь. Ну, комично тоже было. Но телезрители поймут. Когда хорошему хозяину нужно вскопать огород, он приглашает своего кума, чтобы под спорней было, и они берут штык лопаты и начинают копать. У нас, когда нужно проводить реформу юстиции, вместо того, чтобы конкретно определиться, то, что сказали я, какие мы должны преоследовать цели, что нужно сделать для достижения этих целей, мы вдруг начинаем, если вы слышали наверняка, что мы начинаем, значит, разрабатывать стратегию реформы в секторе юстиции. Так и называлось. СРСЖ. 10 миллионов евро. Ушло. Я почему привел пример с этими кумовами, которые копают в землю. Они не садятся утром и три дня подряд пьют, раздумывая, разрабатывая, какую стратегию надо разработать, чтобы копать огород. Они просто копают. А мы стратегию, а после стратегии идет уже разработка плана действий. И на это дело еще уходят. Потом проводят семинары, в Адулеводы на базах этих. Там же надо заплатить. Причем идут эти эксперты европейские. Они из этих миллионов тоже оплачиваются. Причем идут эти эксперты. Причем идут эти эксперты. Продолжение следует...